У нас поменялось многое в личном плане, в профессиональном плане. Везде противоречивая информация. Есть люди, которые по 20 лет здесь живут и говорят, ну, в принципе, все прекрасно. Иногда хочется посадить тех, кто столкнулся и не столкнулся, потому что у них совершенно разная реальность. Айман, приветствую! Здравствуйте! Мы с вами не виделись полтора года. Это наш один из самых популярных выпусков на канале. Что поменялось для вас, для страны и для тех, кто приехал сюда на ПМЖ? Такой интересный, объемный вопрос, Павел. Очень приятно вновь вас видеть. Спасибо большое. В целом, да, у нас поменялось многое в личном плане, в профессиональном плане. И в целом страна меняется, возможности много людей приезжают. В личном плане аспекте, конечно, мне гораздо более сейчас спокойнее. Рядом семья, дети переехали, в школе учатся уже. У нас такой, знаете, после пандемии второй этап переезда гораздо более успешный, слава богу. Я открыла свою компанию, написала книгу, опубликовала юридический путеводитель в Эмират. И сейчас уже передаю опыт более молодому поколению, юристов обучаю. Большому количеству людей помогаю ежедневно, опыт нарабатываю, изучаю, обучаюсь. Что касается, это в профессиональном плане. Ну и в целом страна меняется, люди приезжают, законы меняются. Поэтому все в динамике. С какими трудностями сейчас сталкиваются те, кто приезжают в Дубай? Самые основные трудности, с которыми сталкиваются наши отечественники, я так полагаю, что это все-таки отсутствие объективной информации. Вообще везде противоречивая информация. Вот если вы хотите приехать трудоустроиться, либо вы хотите в целом инвестировать в страну, будь то в сфере недвижимости, будь то в сфере трудоустройства, в целом вы когда ищите работу. Видите, здесь нет законов на английском языке в открытом доступе. То есть есть, может быть, общие законы, но нет подзаконных актов. Один говорит одно, другой говорит другой. Поэтому, когда наши приезжают, либо хотят купить квартиру, они доверяют одному источнику или тому, кто заинтересован им продать свой сервис. Соответственно, мы имеем то, что мы имеем. То есть люди могут переплатить, либо их обманули, что-то недоделали. То есть такие вот коллизии, казусы происходят с людьми, которые трудоустраиваются. У них тоже проблемы, они говорят, платить, не платить, мы не знаем. Как подписывать документы, где искать, на что опираться. Это очень сложно, когда особенно здесь все на арабском языке же. И еще такая особенность, что это не как у нас. Вот, знаете, пришел в государственный орган, ты спросил, ты получил ответ. Здесь можешь прийти в государственный орган, получишь ответ. Но это не факт, что это был истинно в последней ее инстанции. Потому что люди там на месте тоже не знают. То есть одно дело, принимают здесь законы, люди прочитали, приходят на месте, он еще не внедрен, или ему сказали одно, третье, другое, какую-то другую цену озвучивают информацию. И я с этим имею дело каждый день. Вот именно это основа проблем, когда люди не могут объективно понять и найти истину в последней ее инстанции. Сколько сюда приехало людей, релакантов, экспатов? Хороший вопрос. Статистику, конечно, не скажу вам точную, но очень много наших сейчас переезжает. Наших это страны СНГ. И не обязательно с Российской Федерации, с Украины приезжают, с Белоруссии приезжают, с Казахстана приезжают в том числе. И очень много приезжает наших соотечественников, которые когда-то переехали в другую страну. У меня сейчас клиенты есть, которые с Испании переехали сюда, открывают компании. Есть клиенты с Австралии, с Новой Зеландии, с Америки, покупают квартиру здесь, вкладывают, инвестируют. Я вот сейчас вижу, насколько наших очень много. И все они такие классные ребята, я бы сказала. Сюда стекаются самые четкие профессионалы своего дела. Очень много это даже по детям. Видишь, в школе очень много русскоязычных детей. Везде мы слышим русскую речь. Сейчас очень много людей ищут, ну, работу ищут, в том числе работу предлагают. Именно хотят видеть русскоязычных с наших стран. Какие юридические риски и проблемы возникают у тех, кто приезжает сейчас в Дубай? Первые основные проблемы людей, которые приезжают сюда, это когда вы пытаетесь, то, что вы вот в своей стране как привыкли жить, так же здесь распространите. Это, например, самый, я думаю, что впереди будет очень много проблем, связанных как раз таки с тем, что люди, очень сейчас быстро, быстро такая ситуация сложилась, что быстро покупают, решают как-то инвестировать в недвижимость. То есть у меня приходят каждую неделю люди, которые потеряли деньги на этом, либо не вникая в какую-то норму, либо повелись на маркетинг и вложили деньги, потом только опомнились, похватились, проконсультировались, поняли, что их ввели в заблуждение или они не имели целью. То есть очень много таких рисков в сфере недвижимости сейчас возникает, возникает в сфере визовых вопросов, кстати, вот люди тоже приходят, они не понимают, что такое фриланс-виза, не могут открыть банковский счет, с этим проблемы, очень большие риски. Приходится дважды открывать компанию, потому что они открыли не тот вид деятельности, либо им навязали местного агента, спонсора, локала они называют. Опять же, это все из-за того, что бывает, что сейчас, к сожалению, дилетантов много тоже на рынке, кто хочет подзаработать на этой ситуации, что с ажиотажем в сфере сделок с недвижимостью, в сфере переезда. Поэтому мы имеем то, что мы имеем, к сожалению, люди теряют деньги, и это самый основной правовой риск, когда вы теряете деньги. А если мы говорим про уголовные правонарушения, то это, конечно, мошенничество. К сожалению, вот сейчас есть и подделка документов, имеет место быть, и в целом стекаются мошенники разных масштабов в эту страну, в том числе. Поэтому с этим нужно бороться, к этому надо быть готовыми, чтобы не было такого, как бы, я всегда говорю, не надо одевать розовые очки. В том числе сейчас я бы, например, если это было несколько лет назад, ситуация, да, криминогенная обстановка была гораздо более благоприятной в плане отсутствия преступлений, краж, то сейчас чаще обращаются, потому что это тоже показатель того, что я бы не стала сейчас оставлять дверь открытой или сумку без присмотра. А изменилось за счет чего? Что произошло? Изменения происходят на разных уровнях, но в первую очередь это происходит с большим наплывом. Эта страна является благоприятной, вот оазис стабильности, спокойствия сейчас и благоприятное ведение бизнеса привлекает. У меня много клиентов с разных стран, в том числе с Европы, с Австралии у меня клиенты есть, с Америки, и всех их устраивает в этой стране налоговый режим в первую очередь. То есть все в совокупности влияет на то, что в эту страну огромный приток населения, инвестиций. Какие основные произошли изменения в Дубае за последние два года? Вообще два года для Эмиратов, это такой, знаете, для страны, которая за 50 лет такой рывок делает, два года это действительно большой срок. Это не те два года, которые по нашим меркам. Поэтому очень много происходит процессов, строятся недвижимые имущества, инвестиции сюда стекаются. В целом страна способствует тому, чтобы, ну в целом же такой, знаете, политически она нацелена на привлечение огромного количества именно хороших кадров. То есть две категории людей, кому интересно Эмираты и кому интересно привлекать Эмиратам. Это люди, которые с большими деньгами, с чистыми, я бы сказала, деньгами, потому что сейчас очень большое внимание уделяется именно банковской сфере, чтобы эти деньги не противоречили политике противодействия доходов, полученных незаконным путем. И вторая категория это высококвалифицированные кадры, поэтому эта страна, она ищет и в поиске таких людей, которые приезжают сюда инвестировать, либо приезжают сюда поднимать экономику через свое участие трудовое. Много ли случаев, когда людей обманывают, берут, допустим, залог или там не залог, а аванс, и получается, что сервис не оказан, деньги взяты. Как часто такое происходит? Насколько нужно быть в этом плане аккуратным и внимательным? Смотрите, Павел, я юрист. У меня уже более 4,5, почти 5-й год практикой. Ежедневно я работаю с этими вопросами. Мне всегда, везде, у меня уже профессиональная деформация. Я везде вижу риски, везде вижу. У меня каждый день много заявок от людей, которые попали в такую ситуацию. Поэтому я несколько с другой стороны смотрю на эти вещи. Мне все видится. Я не заблуждаюсь относительно того пиара, который проводится, может быть, и самой страной в том числе. В принципе, это прекрасно, все классно, но люди ведь тоже сами виноваты. Подписывают документы, не глядя, подали документы даже, ну, там, не разобравшись. Бывает очень много. Первому встречному доверились. Поэтому мы имеем то, что мы имеем. Поэтому я не могу сказать, что повсеместно, потому что для меня повсеместно, это моя работа, я с этим каждый день сталкиваюсь. Но есть люди, которые по 20 лет здесь живут и говорят, ну, в принципе, все прекрасно. Не нужно нам сгущать с краски. И я думаю, ну, прекрасно, что вы не сталкиваетесь с этим. Иногда хочется посадить тех, кто столкнулся и не столкнулся, потому что у них совершенно разная реальность. Кто столкнулся с этим, он говорит, все, я больше не ногой. Настолько он обжегся. И особенно больно видеть бизнесменов. Они с большими деньгами, море эмоций, бизнес-план. Приходят, споткнулись на элементарно какой-то, не знаю, активити не тут выбрали. Им нужно теперь заново все перерегистрировать. И он упирается, не может открыть банковский счет. Ему не так сделали, то есть где-то подвели. И он уже теряет энтузиазм. Или сидит бизнесмен, который говорит, а мы вперед пошли, работаем. Он соблюдает, не соблюдает, вводит машину бесправ там. Пока не поймали, и ему везет, и он дальше продолжает. И у него другая реальность, он не видит риски, он не понимает. Знаете, когда говоришь горе от ума. Чем больше ты знаешь, тем сложнее тебе принять решение, подписать какой-то документ. И я, наверное, с этим сталкиваюсь. Две реальности разные существуют, параллельные миры, я бы сказала. Айман, какие законы были приняты и изменились за последние годы? Очень интересный вопрос, хороший, Павел. Смотрите, у нас легче перечислить, какие законы не изменились. Потому что сама страна, она очень динамично развивается, все процессы влияют. И тем более, учитывая, что здесь очень легко и просто принять законы, по сути, нет такой сложной системы одобрения, чтения палат парламентов. Поэтому, да и учитывая, что в целом гибкость страна может реагировать на любые изменения, у нас сейчас последние законы, которые приняты были, это введение корпоративного налога. Это тоже показатель. Есть еще подзаконные акты, которые так или иначе сказываются на каждом из нас. Например, визовые вопросы. Сейчас последний, один из тоже директивов, когда людям, которые хотят продлить визу, необходимо выезжать из страны. Некоторым гражданам некоторых стран нужно выезжать в свою страну, некоторым гражданам нужно выезжать просто из страны. Это тоже такой, скажем, фильтр, возможность отсеивать тех, с кем бы не хотели, кого бы не хотели численность этих граждан увеличивать в своей стране. Ну и ряд вопросов по золотой визе. Очень многие слышали об этом. Один интересный такой фактор, когда в этой стране принимают законы, но подзаконные акты еще не успели принять. И вот мы также, это ситуация сейчас с корпоративным налогом. У нас также вообще за последние пять лет, пока я здесь работаю, изменили очень много законов. Вообще настолько кардинально меняется, что трудовой закон, который в 80-м году еще был принят, он изменился только недавно. То же самое касается закона по уголовному праву. У нас ряд статей видоизменили, но таким, скажем, краегольным изменением, который в том числе характеризует эту страну, это то, что она открывается миру и исключает из-за уголовного преследования. Люди без регистрации брака живут совместно. У нас за сожительство раньше было уголовное наказание. В том числе меняются вопросы, связанные с визовами, с банковскими ограничениями. Очень сложно сейчас будут с этим тоже бороться, с отмыванием денег. Ну и по бизнесменам тоже вопросы меняются. Например, одно из основных правил, которые мало кто знает, и почему-то до сих пор приходят люди, которые заблуждаются, что необходимо иметь местного спонсора, если мы открываем компанию в Дубае. Это ограничение убрали. 99% практически компаний видов деятельности могут открываться без наличия местного спонсора. И таких изменений на разных уровнях очень много, поэтому здесь с этим нужно вникать самому и быть на чеку, потому что законы быстро меняются. Нужно к этому быть готовыми. Кто здесь добивается успеха? Кому показано быть в Эмиратах и вести здесь бизнес? Очень хороший вопрос, кстати. Пока вы говорили, думаю, очень важно, чтобы человек в условиях турбулентности, как мы сейчас называем наше время, был гибким. Именно умение учиться, адаптироваться, новое постигать и себя приспосабливать к меняющимся обстоятельствам – это основа успеха. Сейчас, наверное, один из самых важных вопросов для меня, для зрителей. Какие бы вы дали рекомендации тех, кто переезжают, релацируются и здесь создают, опять же, бизнес или свою новую реальность? Я выросла на постулатах Ленина, знаете, когда мы говорим «учиться, учиться и учиться». Вот меня никогда этот постулат не подводил. В любых обстоятельствах, когда… Есть же еще такая фраза «чтобы не происходило при любых обстоятельствах, иди и учи иностранный язык». Наверное, это самое главное. Учите иностранный язык. Когда вы понимаете, вам легче. Поэтому вперед и с песней. Я бы сказала, верить в себя. Энтузиазм, оптимизм и желание, готовность всегда изучать, обучаться. И очень важный навык сейчас, кстати, который нужен, я замечаю, что за экспертами умение продавать. То есть одно дело, ты хороший специалист, но если ты не разобрался в маркетинге, не учишься, не развиваешься, то стоишь, топчешься на месте, и тебя опережают конкуренты. Но это нормально. Кстати, конкуренты – это тоже здорово. «Тут я вижу очень много школьных автобусов. Это связано с тем, что здесь далеко школы или тоже не отпускают детей одних?» «Ну и то, и другое, на самом деле, потому что у нас же расстояния очень большие. Там не как в наших странах, перебежал дорогу или там тот же район, или можно пешком детям дойти. Здесь вообще страна не предрасположена к пешеходам. Поэтому, тем более, когда дело касается детей, здесь с этим очень строго. В школе даже родители не могут забрать детей, пока там у нас подписать надо разрешение. Там все очень строго. Поэтому и расстояния у нас далекие, и без школьных автобусов никуда. И детей, конечно, не отпускают. У нас ответственность в этом плане строгая. «Сколько дети в школе времени проводят в день?» «Ну, они очень много времени проводят в школе. Благо, что нет домашних заданий. У нас, например, начало дня у отдельных детей может в 6 утра даже начинаться, пока там они сядут на школьный автобус и приезжают где-то к 2-м часам, к 3-м часам. В зависимости, если это младшие классы, они могут пораньше приехать, где-то к 2-м. Если старшие классы, они где-то к 3-м часам дня». А во сколько автобус забирает детей с утра? «Если они живут в отдаленных районах, скажем, от школы совсем далеко, то могут даже и ближе к 6 утра. Это очень рано их забирают. Родители встают, передают детей. Там есть в автобусе специальный ответственный человек, который детей забирает, принимает и, соответственно, помогает водителю. И дети, конечно, кто поближе к школе живет, у них попозже. У нас есть конкретно четко по времени расписание. Например, если в 6.15 надо стоять, значит, надо стоять. И в это время ровно автобус приезжает, и механизм работает прям как часы». В наших выпусках мы все чаще разыгрываем некий приз. В конце подарок от героя, от участника. Я знаю, что у вас есть такой подарок. Давайте мы его покажем и скажем, за что вы готовы его подарить. С удовольствием, друзья, за лучший комментарий. Мы с Павлом решили подарить книгу «Мою юридический путеводитель в Эмираты» для того, кто оставит хороший комментарий. Для тех, кто переезжает, наверное, это очень важная вещь, чтобы не обмануться и не оступиться на сложном пути. Да, спасибо, Павел. Эта книга содержит в себе основные общие основы юриспруденции и понимание законов Объединенных Арабских Эмират. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok